Приветствую вас и пока, если вы своего мужа действительно любите, то ситуация складывается не в самую лучшую пользу для вас. И вот почему. Начнем с того, что если мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, говорил, что ему с вами тяжело и когда он хочет уйти, то это говорит о том, что у человека имеет место быть явная неудовлетворенность чем-то. То есть он неудовлетворен, ему чего-то не хватает. Он чувствует себя с вами, ну, вероятно, как-то не в своей тарелке, дискомфортно, может быть, не чувствует себя мужчиной с вами и так далее. То есть вариантов здесь, конечно, объективно может быть довольно много. И в первую очередь речь идет именно о том, что он нужно, чтобы вы постарались понять, чего ему не хватает и почему. Что ему нужно, ну, мужчине, что ему необходимо. Вот. Это первое, что нужно сделать. Это первое, что необходимо как следует обдумать. Вот. Потому что для него, для него вы представляетесь, как, ну, кто-то, кто его ограничивает. кто ограничивает его потребности, его желание. Даже если, даже если вы это делаете не специально. Я могу предположить, что вы это можете делать не специально, но тем не менее. Разница тут не особо большая. Вот. то есть это первое, с чего нужно начать. Дальше. Вы сейчас со своим мужем, которого любите, ведете себя как родитель. то есть вы хотите его чему-то там научить, вы хотите его проучить и так далее. Это, простите, позиция родителя и она ни к чему хорошему эта позиция не приведет. Потому что мужчина, вполне вероятно, нельзя хочет быть вашим ребенком, нельзя хочет быть, значит, как бы, ну, в той позиции, какую вы ему дали, в той позиции, какую вы ему сформировали, вот, ему это может быть не подключено. Вот. Поэтому здесь тоже есть такой важный момент, что не надо никого учить, не надо никого проучивать, нужно вместо этого более грамотно говорить о том, чего вам хочется, что вам нужно, чего вы сами для себя хотели бы и так далее. вот это куда более важно. То есть вам нужно еще раз говорить о себе, не о... не о нем, а о себе. если вы будете говорить о себе, о том, что не устраивает вас, если вы будете говорить о том, что не нравится вам, именно вам, а не что должен делать мужчина, например, то в таком случае ситуация будет более равнобравной, вы будете занимать более взрослую позицию, и, соответственно, эта ситуация рискует выправиться. то есть вам нужно выглядеть так, как вы себя чувствуете. Объективно. как вы себя чувствуете, так и нужно выглядеть. Чувствуете, что вам грустно, чувствуете, что вам тяжело, чувствуете, что вам не по себе, не бойтесь проявить это, не бойтесь, в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего дурного, в этом нет ничего постыдного, но только так, только так, вы можете показать человеку действительную, настоящую близость, а не иллюзию близости, которую вы проявляете, когда когда пытаетесь его получить. Вот. Ну, это просто не вариант. Понимаете, вот подобная модель поведения, это модель поведения, ведущая к завершению отношений. Подобная модель поведения ведет к тому, что вы еще дальше будете друг от друга. Вот. И если вам этого не хочется, то я полагаю, что имеет смысл подумать, куда же вы все-таки идете, к чему вы стремитесь, вот. И что получите по итогу. То есть, да, мужчина поступил плохо. То есть, да, мужчина вас обидел. И прощать ему вот это, что-то он вас обидел, конечно нельзя. То есть, мужчина, конечно, конечно, мужчина должен осознать, что он поступил ужасно. Безусловно, он должен это осознать. но вести себя следует грамотно, как взрослый, а не как родитель. Понимаете? Ибо ведя себя как родитель, вы его только отдаляете от себя. подавляете его мужественность, подавляете его ну, какие-то вот мужские черты, мужские поступки. Понимаете? Если вы этого не хотите, всего, того, то я полагаю, что имеет смысл все-таки вести себя, ну, скажем так, несколько более выдержанное именно в стиле, ориентированном на себя, а не на него. То есть, необходимо отказаться от обвинений в сторону мужчины, да, и просто дать ему понять, что вы очень расстроены и подавлены тем, что произошло. Вот и все. больше в принципе не нужно. Все остальное будет расценено мужчиной как манипуляция и попытка его подчинить. а это в свою очередь означает, что его мама скорее всего, да, просто-напросто права получать. получать. Вы же не хотели бы чтобы он думал, что она права, ну вот, что мама права. наверное нет. И соответственно, если вы этого не хотите, то я думаю все же имеет смысл вести себя более, так сказать, мудро. Вот. И обязательно, обязательно проанализируйте свои отношения вообще с мужем. Свои вот. Обязательно проанализируйте отношения с мужем. Потому что если вы почти всегда занимаете такую позицию, что я хочу его получить, то к сожалению в этом случае нет ничего удивительного в том, что у вас не складываются отношения. Потому что почти всегда мужчина чувствует себя ребенком, а это подавляет. Это подавляет и не дает почувствовать себя свободным. на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Продолжение следует...